Вы смотрите программу «Эксперты» в студии Андрей Маланов. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о ЖКХ, точнее о коммунальных платежах. Представьте себе такую ситуацию. Ваш дом, вам резко поднимают коммунальные платежи, вы перестаете платить и вам перестают, ну скажем, вывозить мусор и заниматься обслуживанием дома. Абсурд, скажете вы, но между тем жители села Ленинское живут в этом абсурде уже достаточно длительное количество времени. Рядом с их домами в течение вот уже почти что месяца свалка и администрация поселка не вывозит жидкие бытовые отходы. О том, что делать в этой ситуации, о том, где границы возможностей у жильцов многоквартирных домов и где пределы полномочий местных администраций и управляющих организаций, об этом мы поговорим сегодня с нашим экспертом. У нас в гостях сегодня Евгений Митрофанов, исполнительный директор фонда защиты прав потребителей. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Итак, я предлагаю оттолкнуться от ситуации и посмотреть, что же происходит в селе Ленинское Новосибирского района. Эти женщины лишь малая часть жильцов четырех многоквартирных домов в селе Ленинское. ЖКХ, говорят люди, стала главной темой их жизни последние несколько лет. Сельчане оказались недовольны тарифами своей, собственно, единственной в селе управляющей компанией. А именно, людей не устроили ставки оплаты за вывоз мусора и прочистку канализации. Как только договор с УК истек, новый никто не заключил. Тогда тарифами и порядком в коммунальной сфере занялся глава сельсовета. Своими постановлениями он сам определил тарифы, по которым местная организация ЖКХ и продолжала вывозить отходы. Вот только большинство жителей не стали платить по завышенным, как они сами считают, тарифам и пожаловались куда надо. Собственно, в прокуратуре и жилищной инспекции согласились с доводами людей и признали постановление главы незаконным. Установление органами местного самоуправления размера платы за содержание и ремонт жилого помещения не по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации является незаконным. В силу чего постановление главы морского сельсовета от 6 февраля 2012 года номер 14 противоречит законодательству. Когда глава сельсовета постановлением отменил свои же прошлые постановления, коммунальщики вообще отказались вывозить мусор и чистить выгребную яму от четырех домов. Отходы стали накапливаться и проступать сквозь землю, что особенно неприятно в летнюю жару. Здесь вот детский садик рядом, здесь школа, здесь ребятишки детские площадки бегают. Это все вот это вот инфекция уже в такую жару, инфекционная болезнь, от этого может страдать все силы. Свою правоту люди решили доказывать в суде. Да и вообще, говорят женщины, в сельском ЖКХ без служителей Фемиды не разберешься. Если они нам не сделают перерасчет за эти годы, вот то, что они начислили незаконно собственникам жилья по содержанию, и это мы обратимся, конечно, в суд. Мы вынуждены, мы вынуждены по каждой позиции обращаться в суд, потому что сами они ничего не делают. Впрочем, в администрации села заявляют о правоте своей. По словам главы, пока не состоится конкурс по отбору управляющей компании, а их не состоялось уже три, на подходе четвертый заход. Люди могут сами в частном порядке заключить договор на вывоз твердых и жидких отходов. Так вот сейчас, пожалуйста, договор гражданского правового характера. Машина есть, ее кубатура известна, пять кубов или пять с половиной. Кто мешает сейчас жителям сказать, ребята, давайте, вот мы пять с половиной кубов оплачиваем, нам бочку откачивают, а мы уже между собой распределим, как мы хотим. Они же на это тоже не идут, они же не платят. Они не платят ни по квадратам, они не платят ни по кубам. Печально во всей этой ситуации одно. Пока идут судебные тяжбы, споры и проводятся конкурсы, на контейнерной площадке продолжает расти гора мусора, а выгребная канализационная яма заполняться жидкими отходами. Итак, Евгений, вот как вы характеризуете сложившуюся ситуацию? Насколько позиции главы администрации здесь прочны, законны? Насколько в своем праве жильцы многоквартирных домов? И, собственно, о том, что делать в этой ситуации, мы попробуем порассуждать позднее. Ну, в части незаконного, как я понимаю, увеличения тарифа, я думаю, глава был неправ, да, и, ну, что он, собственно, подтвердил, отменив свое собственное постановление, так предполагая, что все-таки, видимо, на основании там представления прокурора, судя по сюжету. Да, а то, что касается самих граждан, ну, что же, зачастую ко мне просто очень много лиц обращается, которые вот потребители именно по жалобам и на услуге ЖКХ. Проблема в чем? Проблема основная, на мой взгляд, все-таки в очень низкой способности людей к самоорганизации, то есть организоваться непосредственно с теми соседями, с которыми они вот живут. То есть первое, с чего необходимо начать, то есть это принимать активное участие в выборах своего главы и депутатов местного представительного органа, где они проживают, с чего бы я начал, да. А второе, действительно, это вопрос, ну, как бы вот приходит зачастую, неважно, там, село это, многоквартирный жилой дом, да, приходят люди, ну, смотрите, вот сколько с нас берут денег? Мало того, что берут, ведь не оказывают никаких услуг. Первое, что приходит на ум, а почему вам, собственно, не собрать общее собрание и не создать, там, ТСЖ, например? Либо не нанять вменяемую управляющую компанию. Ну, в данной ситуации, конечно, проще всего ТСЖ создать и самостоятельно всем этим заниматься. Нанять вменяемого председателя, платить ему зарплату, поверьте, это будет значительно дешевле, чем платить любой управляющей компании. Почему? Потому что любая управляющая компания, какая бы ни была она замечательная, она все равно закладывает себе свою маржу, прибыль свою, да, закладывает. А ТСЖ, она по себестоимости все услуги оказывает. Это в любом случае ТСЖ будет значительно дешевле. Вот, в этой связи, ну, по конкретному случаю, я бы, безусловно, написал там жалобу в ГЖИ, потому что, в региональное, потому что, безусловно, на главу возложена в том числе обязанность законом и местного самоуправления, ну, и, собственно, поддерживать территорию и обеспечивать вывоз мусора, там, хочешь, не хочешь. То есть, территорию, муниципальную территорию, он должен соблюдать, так сказать, в чистоте и вывозить этот мусор. То есть, я думаю, после этой жалоби последовало бы при подписании со стороны ГЖИ и орган местного самоуправления вынужден бы был, да. Потом, конечно, вопрос, на кого эти расходы необходимо отнести. Все-таки, на мой взгляд, как бы, неправы обе стороны. Глава в том, что он завысил, как я понимаю, из сюжета. Ну, там завысил, да, завысил это, мягко сказано, вот за 5 лет, за 4 года, с 2010 года, опять-таки, по словам жильцов, у них практически в 8 раз с 5 до 40 рублей выросли платежи за содержание жилищного фонда, да, и где-то примерно около 3 раз за вывоз жидких бытовых отходов. С 18, там, по-моему, рублей до 60. Это очень много, на самом деле, на мой взгляд. И глава, и с одной стороны, неправ, и с другой стороны, жители, потому что они все это продолжают терпеть. Вот, ну, в конце концов, закон о местном самоуправлении, и надо устав, кстати, почитать это муниципальное образование, он же предусматривает людей не так и много. Возможность отзыва, наверняка. Ну, так отзовите этого главу, отзовите этот совет, выберите себе новых, ничего как бы сверхъестественного, ничего сложного. В конце концов, если они не объединятся сами, да, вот на уровне своих собственных домов, на уровне обеспечения своих собственных нужд в части вывоза мусора, поставки, там, электричества и тепла, там, проведения газа, обустройства дорог, то за них это никто не сделает. То есть, здесь бесполезно апеллировать к Путину, там, федеральным властям, потому что сейчас у нас Украина, Крым, там, да, понисходящие, там, Санкт-Путин другими вещами занят. Да, более важными, так сказать, для страны занят. Кавалерия не придет. Да, поэтому нужно самим объединяться. Это, знаете, как Гелель, по-моему, сказал, если я сам не за себя, то кто тогда за меня, да? Вот если они сами не за себя, то кто тогда за них придет, собственно. Ну, видимо, Государственная жилищная инспекция, в данном случае люди обратились таки в Государственную жилищную инспекцию, и, в общем-то, ГЖИ встала на их сторону, как вы справедливо заметили. Наш корреспондент встретился с инспектором Игорем Лобаревым, и вот, собственно, что он ответил, сейчас мы вам покажем. Мы по данным, ну, то есть, жалобе проводили проверку, и в этом плане, так сказать, выявили ряд нарушений со стороны администрации, главы администрации, значит, поселения. Суть нарушения в том, что, так как погребная яма находится на территории муниципалитета, это обязанность муниципалитета и главы администрации организовать вывоз как жидких, так и, значит, твердых бытовых отходов. Это его обязанность. Мы выписали предписание, и, так сказать, контрольная проверка у нас будет осуществлена, значит, ну, на следующей неделе до среды, то есть, насколько я понял, планируется. С другой стороны, там, в этих домах, там, шесть домов вроде, значит, в них не выбран способ управления. И в этом плане тут, опять же, мы по этому поводу соответствующее письмо написали в прокуратуру, потому что, в принципе, управляющую компанию, ну, или там, способ управления, то есть, это должен быть опять инициировать глава администрации. С другой стороны, там уже несколько было открытых конкурсов, но ни одна управляющая компания не идет на обслуживание при таких ценах, но, естественно, тут будет следующее опять повышать цены на обслуживание, пока не будет, так сказать, доведено до такого уровня, то есть, цены, когда управляющая компания придет. Но может оказаться, что это будет и 30-40 рублей. И в этом плане собственники тоже должны, так сказать, здесь понимать, что у них тоже есть ответственность по этому, так сказать, вопросу. Правильно ли я понял, Евгений, из вот этого интервью, из того, о чем мы с вами говорили, что если, допустим, перестали вывозить мусор, перестали там поставлять какие-то услуги, там, воду, газ и так далее, пускай даже это сопряжено там с неплатежами и так далее, это незаконно. Это можно оспаривать и можно добиваться. Ну, есть понятие гарантирующий поставщик, к которому относятся поставки воды, электричества, тепла, там, в общем-то, да. То есть, любое лицо, почему гарантирующий, который обращается к гарантирующему поставщику, ему должны поставлять, в общем-то, по тому тарифу, который утвержден. Но, здесь справедливо Лобаев отмечает о том, что, почему именно подписание было главе администрации, потому что свалка находится на территории муниципального образования. Если бы она находилась на территории домов, естественно, это уже проблема собственников. И, опять-таки, справедливо отмечено о том, что эти шесть домов просто никто не хочет обслуживать. То есть, проводятся открытые конкурсы. Но мы видели в сюжете, что это за дома. То есть, там двухэтажки на 12 квартир. Есть новосибирские дома, своими глазами видел, у них 60 рублей тариф. И особо там желающих нет, там последняя компания от них отказалась. Вот, потому что там надо делать текущий ремонт. Этих денег не хватает даже на текущий ремонт, это небольшие дома. Это, на самом деле, российская проблема. Маленький дом, да, и вот тех сборов, которые осуществляются, не хватает даже на поддержание в нормальном состоянии, особенно если дом старый. Как от этой проблемы выходить, неизвестно никому. Вот, и здесь, конечно, срочно, на мой взгляд, необходимо жителям самим озаботиться этой проблемой. Все-таки, видимо, создать ТСЖ, если участки граничат, может быть, там, на несколько домов одно, да. И брать свои руки. То есть, потому что никто не придет, их не спасет, ни глава администрации. Ну, а таким образом, знаете, опять свалка накопилась, опять полгода мусор разлагался, написали жалобу, через полгода опять вывезли. То есть, и таким, ну, это же, на мой взгляд, не качество, то есть, не жизнь, да, на самом деле, вот таким образом, то есть, с этой проблемой справляться. А вот с теми же жидкими бытовыми отходами, да, которые очень большую проблему составляют для Ленинского, там, собственно, канализации нет. Там есть большая выгребная яма на все вот эти шесть домов. И оттуда, собственно, из-за чего вот сыр борта и разгорелся. Опять-таки, инспектор, когда я с ним разговаривал, говорил, что, ну, собственно, о вот этому главе администрации, что мешало вот за те четыре года, что он у власти, не припираться с жителями, а купить очистные сооружения локальные, поставить там и не мучиться уже, в конце концов. Стоят они, я специально не поленился, посмотрел, ну, там миллион двести, миллион триста на двести человек стоит. То есть, в принципе, для бюджета, я думаю, это подъемная вещь, тем более на четыре года. Возможно. Надо смотреть, какой у него вообще бюджет и какие статьи расходов. Не он же один определяет, да, то есть, приоритеты ведь расставляет местный совет, который, собственно, состоит из тех же самых жителей, которые там же проживают, да. То есть, это такой глобальный вопрос о том, почему жители не хотят участие в выборах, да. То есть, они, с одной стороны, не ходят, не голосуют, а вроде там за нас уже все решили, да. С другой стороны, когда они сталкиваются с такой проблемой, начинают, да, то есть, обивать пороги в разных там инстанциях, например. Ну, начните сначала, выберите нормальных, вменяемых депутатов. Если эти вас не устраивают, отзовите их, отзовите их прям немедленно. То есть, выберите другого главу, других депутатов, те, которым вы доверяете, те, которые распорядятся деньгами. Потому что каждый месяц мы же сбрасываемся, фактически вы, я там, то есть, все жители сбрасываемся, в том числе на содержание там регионального правительства, органов местного самоуправления, федерации, да. То есть, как-то мы к этому обороку уже привыкли в форме налогов, деньги куда-то уходят. А что мы получаем взамен? Где эта муниципальная услуга, которая там, муниципальная функция, точнее, да, которую должны исполнять, а ее не исполняют? Ну, вот там есть группа активистов, да, в этих домах, вы их видели в сюжете, но, как вы правильно заметили, организации как таковой, жильцов там нет. Вот насколько вообще форма ТСЖ для этих домов была бы продуктивна? Ну, как вы сами заметили, дома старые, потянут они вот сами жильцы? Вы знаете, два варианта, то есть, для них получается, раз управляющая компания к ним не идет, ну, три, да, как бы, жилищным кодексом предусмотрено, то есть, ТСЖ, управляющая компания, создавать управляющую компанию, нести те же издержки, и только, ну, как бы, да, чего огород городить-то, то есть, больше же никого на обслуживание не возьмут, кроме самих себя. Либо непосредственно управление, то есть, доверить конкретному лицу. Есть у них служба заказчика, вот та самая, которая подняла им... Понятно, то есть, видимо, они ее тоже выбирать не хотят. Я так предполагаю, что они и собрание-то собирать не хотят, или не могут. Я так подозреваю, что их как-то подспудно даже подталкивают к этому решению, поскольку там несколько аукционов проводилось, и проводилось неудачно. И мне кажется, что вот глава администрации прям как-то вот так безмолвно намекает, что они выбрать ли вам вот эту форму. Так, а почему же тогда эта служба заказчика не участвует в этих конкурсах, да, например? Ну, поучаствовал бы, взяла бы вторую контору, ну, так сказать, разыграла бы и получила бы в результате. Ну, видимо, я так предполагаю, что настолько низкая доходность, то есть, считая существующий тариф, настолько низкая доходность, что и смысла нет никому участвовать. Ну, люди же приходят там поуправлять для того, чтобы какие-то прибыли получить, чего-то заработать. Видимо, невозможно там ничего заработать на этом деле. Вот, только одно у меня объяснение здесь закладывается, что потратишь больше, потому что, опять-таки, согласно действующего постановления правительства, то есть, раз ты стал управляющей компанией, вот тот минимум, который в постановлении правительства, в том числе и вывоз мусора там есть, да, и поддержание принадлежащего состояния, ты должен выполнять, вне зависимости от того, платят жильцы, не платят жильцы, сбрасываются, не сбрасываются. То есть, стал управляющей компанией, выполнять должен. Получается, кто-то зайдет туда и с этими тарифами останется, ну, вот. На бабах. На накладе, да. Еще и свои, может быть, придется поплатить. Только жители сами, получается, только жители сами. Это проблема не только вот этих муниципальных образований. Евгений, ну, я вот тут вынужден просто констатировать, исходя из анализа ситуации, ну, нам не избежать роста тарифов. Не избежать, безусловно, особенно в тех домах, которые, небольшие дома, те, которые построены давно, те, которые в плохом состоянии, да, если эти все параметры совпадают, и мы еще с чем столкнемся, с тем, что люди не могут сами отремонтировать. Денег им, естественно, никто не даст, ни федерация, ни муниципалитет, никто им не даст этих денег, поверьте, да, потому что их просто нет. То есть деньги в Крыму, условно говоря. Вот, а кто их будет ремонтировать? Только жители сами, когда они посчитают. Вот та же самая проблема, например, в стоквартирном доме, вот вроде в центре Новосибирска, и они, насколько мне известно, когда посчитали, там оказалась просто гигантская сумма с одного метра для того, чтобы провести капитальный ремонт, вот, который уже необходим. Что остается собственнику? Либо мириться с этим, постоянно вешающим жильем, да, то есть довести его до состояния, в конце концов, уже аварийного, и его рыночная стоимость начинает падать. И либо сейчас эту квартиру продавать, да, но сейчас его и в этом виде продавать, то есть, когда приезжает покупатель, естественно, он не даст ей деньги, которые хочет актуальный собственник получить, то есть некий тупик. Это получается вот такая трущоба. Ладно, хорошо, а вот действительно, если люди соберутся, скажем так, да, организуются там в то же самое ТСЖ, решат своими силами провести ремонт, ну, вот я так наивно говорю, по простоте душевной, конечно, от отчаяния, можно сказать, потому что других выходов, других путей решения вот этой проблемы я не вижу. Наберут, допустим, людей там, каких-нибудь гастарбайтеров и скажут, ребята, мы вам заплатим вот какую-то такую сумму, сделайте нам вот эти очистные сооружения, выкопайте нам тут все, да, яму, да, отремонтируйте нам дома, ну, сделайте нам хорошо, красиво. Насколько вообще такой вариант развития, возможно? Ну, если они между собой договорятся, так почему же нет? Главное, как достигнуть договоренности внутри этого коллектива, потому что всегда самый главный вопрос, который возникает, а, первое, это люди, которые не могут платить, там, пенсионеры, да, у которых пенсия 9 тысяч рублей, еле-еле хватает на коммуналку, текущие, да, то есть еду, да, то есть они просто рады бы платить, но у них нет этих денег. А второе, это люди, которые не хотят платить, ну, там, в силу своих, там, не понимая этих людей зачастую, ну, просто не хотят и все, не хочу и все, то есть вот платить. А оставшиеся, получается, в ситуации, когда они должны платить за себя из-за того парня, даже приняв решение большинством, да, ведь там надо брать большинство голосов, то есть об увеличении, они принимают решение, платят, ну, здесь какой вариант? Мы платим, я плачу за себя из-за того парня, когда мы это уже все построили, мы начинаем с него взыскивать, или сразу начинаем с него взыскивать, ну, я вынужден платить, там, двойную ставку или, там, увеличенную ставку. Вот, что тоже людям, опять-таки, ну, чисто психологически неприемлемо, что мы должны платить, а потом с кого-то деньги требовать. Существует такая пословица «На бога надейся и сам не плашай». Сейчас такие времена, что рассчитывать, наверное, как мы уже поняли, на местную власть и на доброго дядю, который придется своими деньгами и сделает хорошо и красиво, наверное, не стоит. И это необходимо сейчас иметь в виду каждому, у кого есть какие-то свои заветные квадратные метры, которые он хочет содержать в должном состоянии. Вы смотрели программу «Эксперты». У нас в гостях был Евгений Митрофанов, исполнительный директор Фонда защиты прав потребителей. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова